Говорит Америка. Всем привет и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин, и это новости из США. Текст и перевод Игоря Айзенберга. 2 июня 2023 года. Сегодня в выпуске только одна, но очень важная для США тема – окончательное преодоление кризиса, вызванного угрозой дефолта. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. Ну а мы продолжаем. Компромиссный законопроект о бюджетной ответственности, повышающий потолок суверенного долга США и ставящий ограничительные рамки на расходы бюджета на ближайшие два года, был принят в четверг поздно вечером вслед за Палатой представителей с Сенатом. Попытки ряда сенаторов внести поправки в законопроект, что потребовало бы его нового рассмотрения Палаты представителей, потерпели неудачу. Все поправки были отклонены большинством голосов. Результаты окончательного голосования – 63 за, 36 против, один сенатор отсутствовал. За проголосовали 46 демократов и 17 умеренных республиканцев. Против голосовали 31 ультраправый, либо наиболее консервативный республиканец и 5 левых демократов. Законопроект поступил на подпись президенту и после его подписания станет законом. Принятие этого закона было абсолютно необходимым для того, чтобы Министерство финансов смогло до 5 июня продать новую серию государственных облигаций с тем, чтобы получить деньги на финансирование дефицита бюджета. Поздно вечером в среду законопроект был принят Палатой представителей. 314 проголосовали за, 117 против. Законопроект поднимает потолок долга ровно настолько, чтобы при соблюдении установленных в нем ограничительных рамок на расходы бюджета, Министерство финансов могло продать суверенные облигации на сумму, достаточную для финансирования дефицита бюджета до 1 января 2025 года. Таким образом, поднятие потолка долго не будет рычагом воздействия на предвыборную президентскую кампанию в 2024 году. В Сенате принятие законопроекта на двухпартийной основе было абсолютно необходимым, поскольку для его принятия требовалось 60 голосов, а у демократов в Сенате 51 место из 100. Впрочем, в Сенате по этой причине все законопроекты, кроме законопроектов, принимаемых в рамках пересмотра действующего бюджета, которые могут приниматься простым большинством, могут приниматься только на двухпартийной основе. Таким образом, законопроект в Сенате прошел с запасом всего в три голоса. В Палате представителей законопроект прошел также на двухпартийной основе, причем за его принятие голосовало больше демократов – 165, чем республиканцев – 149. Довольно редкий случай в Палате, когда она контролируется одной из партий, а какой-либо законопроект принимается не просто на двухпартийной основе, но ситуативным двухпартийным большинством, основу которого составляет партия меньшинства. Ух, соответственно, мы узнали достоверную оценку числа ультраправых в нынешней Палате представителей по числу голосовавших против республиканцев – 71. Ситуация с 46 демократами, проголосовавшими против принятия законопроекта в Палате представителей, несколько иная. Среди них ожидаемо оказались все ультралевые демократы. Но среди них также неожиданно оказался ряд демократов-центристов, таких как, например, конгрессмены из Нью-Йорка – Голдман и Надлер. Голосование таких членов Конгресса иначе как безответственным назвать невозможно. В результате этих голосований мы узнали точно, сколько в обеих палатах Конгресса ответственных политиков, понимающих, что дефолт недопустим, и для того, чтобы его избежать, нужен компромисс, позволяющий и президенту, и обеим партиям что-то получить за счет уступок в чем-то другом, поскольку другого выхода в сегодняшней ситуации нет. Принятие этого законопроекта также стало примером того, как в нынешнем Конгрессе можно принять законопроект о финансировании помощи Украине. В Сенате, очевидно, проблем с его принятием не будет, а в Палате представителей для его принятия потребуется точно такой механизм, как и для принятия законопроекта о поднятии потолка долга. Спикер Маккарти должен включить законопроект в повестку дня, и за него точно также проголосует двухпартийное большинство, состоящее из тех, для кого интересы страны и мира важнее собственных крайних идеологических установок, и из тех, кто занимается ответственной политикой, а не популизмом. Принятие законопроекта о бюджетной ответственности завершило одну из битв, искусственно навязанных республиканцами еще во время предвыборной кампании прошлого года по выборам в Конгресс. Одним из главных лозунгов их кампании был «Не позволим поднять потолок долга без радикального сокращения бюджетных расходов». Однако, радикального сокращения не произошло и не произойдет. А потолок долга теперь поднят на уровень, исключающий возникновение снова темы об этом потолке в качестве темы предвыборной кампании 2024 года. Следующим поднятием потолка долга будет, скорее всего, заниматься Конгресс следующего созыва, который начнет работу за две с половиной недели до вступления в должность президента, избранного на выборах 6 ноября 2024 года. Сократить расходы американского бюджета вообще крайне сложно, и любой человек, знакомый с его структурой, не может не понимать этого. Больше половины расходов бюджета — это расходы на оборону, а остальные расходы бюджета — это финансирование работы всех федеральных органов власти, пенсии ветеранам армии и их медицинское страхование, пенсии по социальному страхованию, медицинское страхование пенсионеров и малоимущих, субсидии медицинского страхования по Obamacare, помощь иностранным государствам, социальная помощь, финансирование фундаментальных научных исследований. Время от времени Конгресс выделяет бюджетные деньги для инвестирования в такие проекты, как реконструкция и создание новой инфраструктуры, развитие определенных производящих отраслей экономики. В бюджете есть также резервный фонд на случай чрезвычайных ситуаций. Совершенно понятно, что уменьшить расходы по любой из всех этих статей бюджета практически невозможно. В силу инфляции расходы могут только расти, быстрее или медленнее, в зависимости от темпов инфляции. Можно регулировать наполнение бюджета доходами с целью уменьшения его дефицита. Больше создается рабочих мест, больше прибыль частных компаний за счет расширения производства и предоставляемых услуг, меньше лазеек в налоговом законодательстве для ухода крупных компаний и мультимиллиардеров от налогов, больше будет пополняться бюджет, меньше будет его дефицит и меньше нужно будет государству брать денег в долг на финансирование дефицита. У республиканцев последние десятилетия подход к бюджету иной. Уменьшение его доходов за счет снижения налогов на прибыль самых богатых американцев и крупных корпораций и попытки сокращения его расходов. Попытки, поскольку все они неудачны. Финансировать то, что финансирует государство необходимо. Экономика в США частная, никаких государственных предприятий нет. И государство финансирует только то, что обязано финансировать любое государство. Оборону, необходимые социальные программы, помощь иностранным государствам, ликвидацию стихийных бедствий, иногда развитие определенных производящих отраслей и инфраструктуры. Сокращение же налогов на доходы самых богатых налогоплательщиков ведет только к увеличению дефицита бюджета и росту суверенного долга. Значительный рост дефицита бюджета и рост суверенного долга наблюдался в последние 30 с лишним лет при всех республиканских администрациях. Соответственно, сокращение и того, и другого происходило при всех демократических администрациях. Президент Клинтон и его администрации добились даже очень редкого явления для США. Во время второго президентского срока Клинтона бюджет стал профицитным, его доходы превышали его расходы и у государства не было необходимости одалживать деньги. Но уже во время первого срока президента Буша-младшего все снова встало на свои места, бюджет стал дефицитным, темпы роста суверенного долга значительно выросли. Как бы то ни было, в США преодолен долговой кризис. Надежды Кремля и Пекина на то, чтобы расшатать Америку на мировой кризис в результате возможного американского дефолта, не оправдались. Дефолта не будет. И даже разговоров о нем не будет, по крайней мере, долго. Хотелось бы, чтобы их больше не было вообще никогда. Президент Джо Байден выступил в четверг поздно вечером с заявлением в связи с принятием Конгрессом законопроекта. Вот перевод заявления. Цитата. «Сегодня вечером сенаторы от обеих партий проголосовали за защиту с таким трудом достигнутого нами экономического прогресса и предотвращения первого в истории дефолта США. Вместе они еще раз продемонстрировали, что Америка – страна, которая платит по счетам и выполняет свои обязательства, и всегда будет такой. Я хочу поблагодарить лидера Шумера и лидера МакКоннелла за быстрое принятие законопроекта. Никто не получает всего, чего хочет в ходе переговоров, но не заблуждайтесь. Это двухпартийное соглашение – большая победа для нашей экономики и американского народа. Оно защищает основные столпы моей программы «Инвестицию в Америку», которая создает хорошие рабочие места по всей стране, стимулирует возрождение производства, восстанавливает нашу инфраструктуру и продвигает чистую энергию. Оно защищает здравоохранение и пенсионную безопасность людей, защищает такие основополагающие программы, как социальное страхование, Medicare и Medicaid. Оно защищает жизненно важные инвестиции в трудолюбивые семьи, которые помогают сделать нашу страну сильной – от ухода за детьми и образования до общественной безопасности и питания. Оно защищает мой план облегчения долгового бремени студентов для трудолюбивых заемщиков, и оно выполняет священный долг Америки перед нашими ветеранами, полностью финансируя медицинское обслуживание ветеранов. Наша работа еще далека от завершения, но это соглашение – важный шаг вперед и напоминание о том, что возможно, когда мы действуем в лучших интересах нашей страны. Я с нетерпением жду скорейшего подписания этого законопроекта и в связи с этим моего завтрашнего прямого обращения к американскому народу. Конец цитаты. Сегодня воскресный обзор событий конца недели будет посвящен совещанию министров иностранных дел стран НАТО и тому, что НАТО может предложить Украине на саммите в Вильнюсе. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено и добро победит. Иначе быть не может. Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Спасибо всем, кто это делает. Всегда интересно читать, откуда нас смотрят. Подписывайтесь на «Рашкин репорт» на всех социальных платформах. И, конечно, спасибо всем тем, кто следует за каналом и поддерживает канал финансово на Патреоне и в Ютубе. Вы действительно мои герои, потому что финансово поддерживаете проекты, которые считаете важными. Вы смотрите «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине и Габблос Америка. «Рашкин репорт».